Александру Юркевич можно без сомнений назвать художником-экспериментатором. Графика, живопись, скульптура и последние предпочтения – фотодизайн. Юная красавица пробует себя во всех видах изобразительного искусства. Именно в вышеназванной технике выпускница 10-й школы представила серию работ фотографий «Мгновения вечности прекрасны», объединенных общей концепцией. Вся идея в чем заключается? Соединить красоту, сделанную руками человека – это мебель. Мебель была выбрана не случайно, это мебель 19 века, вся ручная работа. А цветы – это красота творения природы. И как это соединить и показать, что человек уже сделан, он уже больше 100 лет стоит. И он еще много-много-много простоит. А цветы, он стоит неделю, два дня, три дня. То есть эту красоту очень сложно удержать. Если Александра, подобно импрессионистам, пытается успеть запечатлеть мгновения вечности, то в планах Валерии Дребезовой с помощью кисти и красок их воссоздавать. Только обращаться Лера собирается в будущем не к ускользающей красоте, а к произведениям классической литературы. Попросту говоря, студентка Академии искусств видит себя художником-иллюстратором. Кроме героев бессмертных книг, Лере интересна детская тематика, взгляд на которую девушка и показала в своей экспозиции глазами ребенка. Детская тематика, она, наверное, привлекает многих художников. Это такая благородная тема, и как бы это и для детей. Ребенок смотрит на мир, то, что он не серый, не унылый, а вот это детское восприятие, оно очень интересное. Завершает ряду студентов Белорусской государственной академии искусств Глеб Сидоренко. Пожалуй, самый плодовитый художник. Два выставочных зала понадобилось для того, чтобы разместить 29 курсовых работ молодого живописца, подающего большие надежды. Его причудливые, но, безусловно, талантливые работы погружают зрителя в особый мир. Они еще могут себе позволить некоторое такое тактичное хулиганство, если можно так сказать, в изобразительном искусстве. У него были такие работы, и мы тогда еще подумали, ну, наверное, вот художник будет. Каждая работа на вернисаже уникальна. Будь то скульптурная композиция, нежный акварель или графический рисунок, все они подтверждения таланта, божьи искры, которые сумели рассмотреть в юных дарованиях преподаватели 10-й школы и помогли ребятам встать на непростой путь творческих исканий, путь прекрасному. Сегодняшняя выставка, она более камерная, может быть, чем какие-то предыдущие. У нас был не слишком большой класс, но, тем не менее, она очень интересна за счет, наверное, разнообразия техник и за счет современности взгляда наших детей на окружающий мир. Она дает замечательное вот это вот радостное ощущение, потому что искусство, оно должно служить на радость. Когда мы говорим, вот мы должны подумать, мы должны вот осознать, понимаете, вот эта немножечко давлеющая печать искусства, она, в общем-то, она давит. А здесь мы действительно радуемся, мы видим чистые, милые, дерзкие работы молодых художников. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.